Здравствуйте, коллеги. В этой работе мы приводим данные комплексного психологического исследования группы разновозрастных пациентов с синдромом ломкой хромосомы X, акцентируя внимание на основных дефицитах и наиболее уязвимых возрастных периодах, требующих дополнительной поддержки. Исследование проводилось на базе сначала Научно-образовательного центра нейробиологической диагностики наследственных психических заболеваний детей и подростков, а далее на базе Федерального ресурсного центра по комплексам сопровождения детей с расстройством аутистического спектра НГППО, на базе Научно-практического центра детской психоневрологии и на базе коррекционных школ города Москвы. Гипотезы нашего исследования были сформированы следующим образом. Люди с ломкой хромосомы X имеют специфические, зависящие от возраста, профиль социально-психологической адаптации, отличающие их как от лиц с умственной отсталости, так и от лиц расстройства на аутистическом спектре. И вторая гипотеза о том, что успешная социально-психологическая адаптация детей с синдромом ломкой хромосомы X определяется в большей степени выраженности аутистических, чем когнитивных нарушений. Характеристики выборки были выбраны анально. Следующим образом, в исследовании участвовали дети, подростки и взрослые с синдромом ломкой хромосомы X, дети с синдромом Дауна и дети с расстройством аутистического спектра. Нами были определены следующие критерии включения в клиническую группу. Лица мужского пола с подтвержденным диагнозом синдромом ломкой хромосомы X в возрасте от года и старше были изучены две группы испытуемых синдромом ломкой хромосомы X. Первая группа – это люди с цитогенетически подтвержденным синдромом ломкой хромосомы X, и в нее вошло 66 детей, подростков и взрослых. А вторая группа – испытуемых с подтвержденной полной мутацией гена ФМР1. В группу вошли третьи лица мужского пола в возрасте 8-12 лет. А также были изучены две группы сравнения. Первая группа сравнения – это группа детей с дифференцированной умственной отсталостью без расстройства аутистического спектра. И это группа детей с синдромом Дауна. Почему выбрана эта группа? Потому что это подтвержденное генетическое заболевание, сопровождающуюся умственной отсталостью без расстройства аутистического спектра. А вторая группа сравнения – это группа детей с недифференцированной формой расстройства аутистического спектра. Всего в исследовании приняло участие 108 человек. Наши исследования проводились в несколько этапов. На первом этапе было проведено обследование с использованием шкалы адаптивного поведения Вайлант, теста Кауфман на определение уровня нитербального интеллекта, социально-коммуникативного опросника ИСИКЮ, шкалы КАРС-2 и план диагностического обследования при аутистме АДОС-2. Мы обследовали детей, подростков, взрослых в возрасте от 2 лет 3 месяцев до 34 лет и 1 месяца. Это группа с статогенетически подтвержденным синдромом ломкой хромосомы ИСИКЮ. На втором этапе исследования была проведена сравнительная оценка психологических характеристик у мальчиков с нарушением психического развития в возрасте 8-12 лет с синдромом Мартина-Белл, детей с синдромом Дауна, а также с недифференцированными расстройствами аутистического спектра. Были использованы шкалы адаптивного поведения Вайланд, шкала определения уровня невербального интеллекта Каффмана, ИСИКЮ, КАРС-2 и план диагностического обследования при аутизме АДОС-2. На третьем этапе исследовалась связь психологических параметров с успешностью социальной адаптации у лиц с синдромом ломкой хромосомы ИКС. Нами использовались только стандартизированные методики. Для оценки адаптивного поведения использовалась шкала адаптивного поведения Вайланд, для оценки уровня невербального интеллекта тест Каффмана, для оценки степени выраженности аутистических проявлений были использованы скрининговые методики ИСИКЮ и КАРС-2, а также для более подробного качественного количественного анализа был исследован план диагностического обследования при аутизме АДОС-2, который в настоящее время является золотым стандартом в мире для оценки диагностической группы. По этой методике определяются группы аутизма, расстройства аутистического спектра и вне спектра аутизма. Ключевым симптомом клиническим у лиц мужского пола с синдромом ломкой хромосомы ИКС является интеллектуальная недостаточность, которая соответствует умеренной степени умственной отсталости. И в нашей выборке участвовали лица мужского пола с полной мутацией. Значения невербального интеллекта варьировали от 40 до 85. Все группы были уравнены по интеллекту с помощью теста интеллекта Кауфина, невербальная шкала. По нашим данным, в группе людей с синдромом ломкой хромосомы ИКС аутистические нарушения выявляются в 60-80% случаев в зависимости от выбранной методики. На данном стадии построена диаграмма по стандартным баллам и показан процент общего числа испытаний. На этом слайде показаны баллы по методике АДОС-2, по субшкалам социальный аффект и стереотипно ограниченную форму поведения согласно проведенному модулю. В методике АДОС-2 мы проводим модуль, который зависит от степени владения ребенком речи. Высокий балл по шкале социальный аффект и низкий по шкале стереотипно ограниченная форма поведения характерны для аутистических проявлений у лиц с синдромом ломкой хромосомы ИКС. Показатели адаптивного поведения в группе Fragile X представлены на данном слайде. По всем субтестам отмечаются сниженные значения. Более высокий балл 51 характерен для сферы социализации, наиболее низкий для моторных навыков 21. Балл адаптации снижен и соответствует умеренному дефициту по шкале ЛАЭ. Как видно на этом слайде, для группы людей с синдромом ломкой хромосомы ИКС характерны относительно высокие показатели по всем шкалам в возрасте 1-3 лет. Здесь представлены стандартные баллы, которые затем снижаются в возрасте 4-7 лет и достигают своих минимальных значений в возрастной группе 8-12 лет. Далее для этой группы характерно увеличение показателей адаптивного поведения в старших возрастных группах. Для оценки выраженности аутистических нарушений в группе, испытуемых с синдромом ломкой хромосомы ИКС на разных возрастных этапах, мы использовали скрининговые опросники из CQ, бланк в течение жизни и бланк в настоящее время, а также методику КАРС-2. По опросу КАРС-2 аутистические проявления максимально выражены у мальчиков с синдромом ломкой хромосомы в возрасте 8-12 лет. И оказалось, что у мальчиков пик аутистических проявлений приходится на возрастную группу 8-12 лет, где максимальное значение баллы СК в течение жизни равно 23. На этом слайде представлены результаты первого этапа исследования и таковы. Выявлена значимая положительная корреляция опросников КАРС-2 и СК в течение жизни с баллом дезадаптации. И она показывает связь между выраженностью аутистических нарушений и уровнем адаптации при синдроме ломкой хромосомы Х. То есть, чем выше аутистические нарушения, тем ниже показатели адаптации. Помимо этого, выявлена значимая отрицательная корреляция балла КАРС-2 и моторных навыков. То есть, при высоком уровне аутистических нарушений наблюдаются низкие баллы по моторным субтестам шкалы адаптивного введения лома. На основании всех полученных данных для дальнейшего анализа и сравнения с группами детей синдрома Дауна и расстройства аутистического спектра, нам выделена отдельно была группа мальчиков с синдромом ломкой хромосомы Х в возрасте 8-12 лет. Сравнение адаптивных навыков между тремя группами, еще раз, это дети с Fragile X, дети с синдромом Дауна и дети с недифференцированными формами расстройства аутистического спектра. Из данного слайда видно, что для групп детей с синдромом ломкой хромосомы Х характерны самые низкие навыки коммуникации и социализации, самый высокий балл социализации демонстрируют дети с синдромом Дауна. Повседневные навыки в этом возрасте в группе детей с синдромом ломкой хромосомы Х и детей с расстройствами аутистического спектра отличаются незначительно, а у детей с синдромом Дауна развито лучше. Моторные навыки хуже всего развиты у детей с синдромом ломкой хромосомы Х, а лучше всего в группе детей с расстройствами аутистического спектра. Группа детей с синдромом ломкой хромосомы Х также демонстрирует наименьшую адаптацию, наименьший уровень адаптации, а самый высокий уровень адаптации характерен для группы детей с синдромом Дауна. Именно в этой группе отмечен самый низкий балл дозадаптивного поведения. Уровень адаптации в группе детей с ломкой хромосомы Х в целом оказался самым низким. На этом слайде представлено значимое отличие по критерию Красс-Хорреса между тремя группами по шкалам социализация, адаптация и дезадаптация. Здесь представлено значимое отличие по шкале повседневной житейские навыки слева и социализация справа между группами синдромом ломкой хромосомы Х и группой синдрома Дауна по критерию Моэна Луф. Далее нами была проведена оценка адаптивного поведения у детей в группе с синдромом ломкой хромосомы Х с коморбидными аутистическими нарушениями, с нарушениями в спектре аутизма и без аутистических нарушений. Полученные данные в совокупности подтверждают, что при синдроме ломкой хромосомы Х социальная адаптация в целом существенно ниже, если у ребенка присутствуют аутистические нарушения. На основании полученных нами данных можно сделать выводы о характере социальной адаптации и аутистических нарушений при синдроме ломкой хромосомы Х. Итак, выводы. Аутистические проявления оказывают самое значительное влияние на социальную адаптацию людей с ломкой хромосомой Х. У людей с ломкой хромосомой Х и коморбидным аутизмом наблюдаются самые низкие показатели адаптации даже по сравнению с теми, у кого выявлено нарушение в спектре аутизма. Также выявлена определенная возрастная динамика в социальной адаптации людей с ломкой хромосомой Х. Самые низкие показатели адаптации характерны для возраста 8-12 лет. В этом же возрасте отмечен самый высокий уровень аутистических нарушений. Наибольший вклад в тяжесть аутистических проявлений у людей с ломкой хромосомой Х вносит социальный аффект в наименьший вклад в стереотипное поведение по методике АДОС-2. Характер социальной адаптации детей с ломкой хромосомой Х существенно отличается от других групп детей с интеллектуальной недостаточностью. В частности, в возрасте 8-12 лет дети с ломкой хромосомой Х демонстрируют существенно низкие показатели адаптации по сравнению с детьми этого же возраста с синдромом Дауна или с недифференцированной формы расстройства аутистического спектра с тем же уровнем когнитивных нарушений. Таким образом, людям с синдромом ломкой хромосомы Х на всем возрастном диапазоне требуется особое сопровождение и специально разработанная коррекционная программа, отличающаяся от программы для людей с другими формами психических нарушений. Спасибо за внимание. Дарья Станиславовна. Большое спасибо за ваш доклад, Камена Касимовна. У нас два вопроса. Первый вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, каким образом сравнивались CARS и STQ? Сравнивался композитный балл или какие-то конкретные шкалы? Вопрос по первому этапу исследования. Спасибо за вопрос. Сравнивался общий балл. Спасибо большое за ваш ответ. И еще один вопрос, такой более общего характера. Какие еще синдромы и диагнозы помимо RAS может вызвать это хромосомное нарушение? Видимо, такой более общий вопрос, наверное, потому что времени у нас много. Вы можете достаточно нацеленно ответить. Как было сказано предыдущими докладчиками, что синдром Мартин-МВЛ или синдром ломкой хромосомы X может ассоцирован быть с различными клиническими проявлениями. Основное клиническое проявление – это все-таки когнитивное снижение, это интеллектуальная недостаточность, она может проявляться по-разному. Нам известно, что для детей раннего возраста, то есть у детей младшего возраста мы часто наблюдаем задержку двигательного развития, части из этих детей могут выставляться диагноз детский церебральный паралич или детский церебральный паралич под вопросом. Нам известно, что дети синдрома Мартин-МВЛ позже овладевают ходьбой, как правило. Естественно, заболевание может быть маскировано тоже в раннем возрасте под задержку речевого развития. Эпилепсия – это тоже диагноз, который может быть выставлен, если есть соответствующие паттерны на электроэнцефалограмме. У этих детей наблюдается нарушение формирования соединительной ткани, поэтому могут быть тоже заболевания сердечные, могут быть офтальмологические проблемы. Дети, которые овладевают речью, нередко имеют заикание, поэтому очень много клинических проявлений может быть. Но если выделять основными, это все-таки интеллектуальная недостаточность. В большом проценте случаев расстройство аутистического спектра могут быть симптомы дефицита внимания и гиперактивности. Мне кажется, основное.